Занятия в Академии красоты сегодня ведет пластический хирург Василий Александрович Ростовых. Тема сегодняшнего занятия – увеличение и коррекция груди. Коррекция формы груди или по-другому мамопластика является одной из самых популярных пластических операций не только в России, но и в мире. Только в нашей клинике мы проводим в год примерно около 200 подобных операций. Еще больше пациентов приходят на консультации и очень часто задают одни и те же вопросы, которые мы сейчас с вами и обсудим. Коррекция формы груди включает в себя не только увеличивающую мамопластику. Помимо установки имплантов мы занимаемся подтяжкой груди, а также редукционной мамопластикой, то есть уменьшением объема груди. Импланты делятся, в принципе, все импланты на анатомические или каплевидные и круглые. Довольно часто на первую консультацию пациенты приходят уже зная тот объем имплантов, который они хотят себе поставить. Естественно, эту информацию они получают из интернета, от подруг, но на самом деле все не так просто. Для того, чтобы грамотно подобрать гармоничный размер будущих молочных желез, мы должны учитывать несколько факторов. Во-первых, это конституция девушки, то есть ее рост, ширина плеч, ширина грудной клетки. Во-вторых, это, естественно, пожелания пациентки по, в принципе, по форме и по будущему объему. И третий фактор – это, естественно, возможность ее тела. То есть растяжимость кожи, растяжимость мышцы. Объем будущей груди зависит не только от объема в миллилитрах импланта, но, в первую очередь, от его ширины или так называемой базы груди. То есть, если у девушки узкая грудная клетка, то, скорее всего, основание ее груди будет примерно 10-11 сантиметров. Соответственно, у более крупных женщин основание груди, соответственно, основание импланта может быть 14 сантиметров. И вот эти 300 миллилитров на 10 сантиметрах и на 14 они будут разительно отличаться. Это будет средний профиль, допустим, на 11 сантиметрах, на 14 это будет низкий профиль. И, учитывая все эти факторы, мы уже можем прийти к одному знаменателю и подобрать оптимальный вариант для девушки. Когда нам необходимо изменить форму своей железы, то есть не просто увеличить объем, но и подтянуть излишнюю кожу, которая осталась после кормления, зачастую после кормления, либо после набора веса, затем его скидывания, то здесь нам приходит на помощь геометрия. То есть есть несколько основных методик, по которым мы убираем кожу. Это либо разрез вокруг ареолы, когда мы стягиваем, убираем излишки, стягиваем к ареоле все окружающие ткани. Есть методики более сложные, так называемые якорные подтяжки. К ним мы прибегаем тогда, когда нам необходимо убрать большой объем кожи, плюс еще иногда нужно убрать объем железы при так называемых редукционных мамопластиках, то есть при уменьшении груди. Вообще редукционная мамопластика, уменьшение груди, наверное, одна из самых сложных в ряду данных операций. Жизненных показаний, скажем так, тут нет, но если это доставляет определенный дискомфорт, то, конечно, мы ее проводим. И что самое главное, в итоге пациентка получает мало того, что уменьшение объема, так еще и красивую форму, очень близкую к идеальной, скажем так. У нас в классической хирургии, как в моде, что-то уходит из моды, что-то приходит. Что касается размера груди, то да, сейчас в моде натуральность. В моде натуральность, в моде естественность. И поэтому все чаще пациенты просят сделать грудь небольшого размера, но чтобы она выглядела максимально натурально, максимально незаметно для окружающих. В принципе, мы идем навстречу любым пожеланиям пациента.